Виталий Валерьевич Гайдайс 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 с помощью Министерства образования Российской Федерации я перешел как раз в МПГУ, и увлечение стало профессией, а увлечение стало как раз бывшая профессия химии, машиностроения. А вот как раз история и в итоге меня и спасла, и дала профессию, дополнительную состоятельность. То есть можно все менять, необходимо обращаться, необходимо просить, пробовать свои силы. К культуре еще рано, например, переходить. Необходимо трудно и четко оценить свои силы физически, психически, для более развязанных так себе руки. А, да, в последнем было как раз вот, так, деятельность нашей административной, курорт, да. В процессе обучения, конечно, мы сталкиваемся с различными людьми, бывают определенные и коррупционные составляющие, бывают разные ситуации, вот, но первое, что надо, это найти своего человека и своего куратора, потому что мне повезло, Орлов Александр Анатольевич, мой куратор, достаточно был понимающим человеком, но это не всегда так, потому что в процессе обучения многие не понимают, что существует такой процесс, как утомляемость, когда необходимо разбивать материал на мелкие задачи, не ставить ей многозадачность одновременно и сразу. Вот, существуют различные процессы, каким образом можно притормозить процессы обучения, это академические отпуски, их бывает два, а в некоторых вузах, согласно уставным документам, может быть и больше, это прерыв обучения возможен, это возможно что-то еще, но в любом случае в индивидуальном порядке все решаемо. Вот, и в итоге, ну, образование возможно получить, более в современных условиях, когда существует и онлайн с разной технологией, образование, не обязательно вузовское образование, существует образовательная технология, например, такая платформа, как Юрайт, существует, которая как раз позволяет освоить какой-то материал и с преподавателем, или, например, такая программа, как издательство просвещения, которое занимается на начальном, среднем и профессиональном образовании, но тоже дает определенные, и этих платформ очень много. Вот, и здесь что можно выделить? Что в мотивацию в обучении можно, это, во-первых, планирование мышления, то есть это, о чем, например, говорил вчера профессор Бак и Лев Вадимович Брылев, о том, что все начинается как раз с мотивации, и вот как, наверное, наши кондитивные возможности, и необходимо вначале преодолеть депрессию, а потом уже переходить к вот этим вот новым целям, потому что жизнь не останавливается, и все возможно. Это укрепление коммуникативных навыков, это социализация в обществе. Достаточно важны вопросы, которые, ну, каждого из нас касаются. Так, 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 сейчас я сориентируюсь. Да, на предыдущем слайде было указание, что можно, ну, не на этом, еще раньше оценивать внешние возможности, паспорт доступности, у каждого объекта существует, выбор поручений и оформление подробной нотариальной доверенности. Это очень важно, потому что многие вопросы как раз и в образовании, и в культуре, и в социальных объектах невозможно без, вот как раз, это показала жизнь, потому что нотариальная доверенность, оно открывает многое. И сейчас это возможно делать и бессрочно, и указать больше, там, медицинских функций, и в том числе где-то заменять, вот взаимозаменять у нас с супругой получается, и слава богу, что сейчас вот есть такие возможности. Ну, дальше можно. Да, вот я как раз здесь вот в образовании экстерна, онлайн обучение, индивидуальный подход, конечно, юрисдикцию необходимо образовательное учреждение определить. И вот отдельный вопрос о получении второго образования. Оказывается, что по закону 2021 года открывается для инвалидов такая возможность, что при условии наступления инвалидности во время первого года обучения, обучения в первом вузе или уже после обучения, открываются бюджетные возможности во втором образовании. Вот так. Срочки сдачи экзаменов. Ну, и переходим, наверное, к культуре, потому что это одна из составных частей тоже нашей жизни, и образование как раз и связано с темой культуры. Возможность посетения музеев, галереи, театров, концернов, кинотеатров, парков и другие. Но, опять же, доступные объекты, льготные билеты, общие условия посещения и правила, возможность помощи стороны администрации, особые места для инвалидов, длительность. Ну, понятно, что мы имеем определенные, как это каждый из нас, отклонения, и возрастает и утомление, необходимые смены положения тела, это очень-очем важно. Я сейчас немножко разберу определенные примеры. Ну, и личные потребности, конечно, тоже необходимо учитывать. Питье, питание, лекарства по времени, дополнительная одежда, туалет, это все важно. Дополнительная, значит, доступность в объектах. Вот, например, сейчас литературный музей в Москве прошел капитальную реконструкцию, установили лифты достаточно удобно, широкие проезды, ну, и персонал подходит к этому. Другая ситуация была у меня, например, с государственным эрмитажем, когда лет 5-7 назад я вел активную переписку с государственным эрмитажем относительно льготного обеспечения и прохода с сопровождающим. Потому что, когда ты посещаешь музей какой-либо совместно с сопровождением, то это, если, например, государственное учреждение берет плату за билеты, то и за тебя, и за сопровождающие достаточно накладно получается. Федеральный закон устанавливает нормы, по которым имеется рекомендация установить льготный проход для инвалидов. Но вот государственный эрмитаж в своих правилах лет 10 назад имел очень расплывчатую формулировку, которая давала возможность им взимать со всех плату. Вот, и у нас было несколько конфликтных ситуаций. Вот, в итоге государственный эрмитаж пошел на уступки и сменил правила. Причем вот сейчас вот сопровождение, причем там даже такая услуга есть, предоставление кресла-коляски в аренду. Но вот у Государственного музея Пушкина, я имею в виду Государственный музей из вареных искусств, сейчас там есть, например, в аренду можно брать стульчики для того, чтобы ходить по экспозиции. Вот, и, но вот в отличие от Государственного эрмитажа... А, да, и подобная ситуация была с Государственным историческим музеем, который вот при бывшем директоре, то же самое, ссылаясь на необязательность исполнения норм федерального закона, также мне отвечало о том, что льготное посещение с сопровождением, возможно, только в определенные дни раз в квартал для много... вместе с многодетными семьями. Но в итоге с приходом нового директора правила тоже поменялись. Вот, была очень интересная ситуация с Государственной Третьяковской галереей, когда после обращения они прислали своего сотрудника и дали два пригласительных... И сотрудник привез два пригласительных билета. И я со своим другом в сопровождении вот смог спокойно в выбранный день осмотреть экспозицию. Вот, то есть здесь тоже мне надо пускать руки, все в наших силах, все возможно и все близко. Вот, да, ну и вот как раз есть приятные исключения, это, например, и Пушкинский музей, это и музей Московского Кремля, хотя в музеях Московского Кремля достаточно сложная ситуация с доступной средой, потому что в соборы невозможно практически пройти на коляске. Вот, да и с тростью тоже достаточно тяжело карабкаться. Вот, спустя эти все металлоискатели и все остальное. Но они всегда имели вот это вот правило, что и инвалиды самосопровождающие могут посещать бесплатно. Но другая ситуация, конечно, с театрами. С театрами такая ситуация. Раньше в правительство Москвы выделяла такая программа. Через район управления социально-защитами можно было получить определенные талоны на посещение театров. Эти талоны каким-то образом распространялись, не знаю кому, один раз мне дали, но театры их не признавали, но шли навстречу, можно было получить льготный билет. Ну вот, последнее обращение Департамента культуры города Москвы, она говорит об обратном, что на сегодняшний момент, значит, такой программы не существует, хотя есть программа долголетия московская, которая активно развивается, и бабушки, дедушки активно очень хорошо ездят по всем объектам, экскурсионам. Но для инвалидов этого не существует. Можно посетить одну районную библиотеку, где проводятся определенные просмотры фильмов или еще что-то, но это далеко не московское долголетие. И Департамент культуры советует, как, наверное, и многие делают, обращаться непосредственно в театр. Вот, вот, Шестимеровы будут тут выступать позже. Они вот совсем недавно, по-моему, посетили театр. Ну, я тоже с супругой посетил театр. Вот, и вот хочу тоже донести такую вещь, что многие театры Москвы имеют тоже свой паспорт доступности. Во-первых. Во-вторых, они достаточно лояльны к инвалидам. И, ну, кроме таких организационных вопросов, как, например, созвона с администрацией до посещения, и при... Оговорить достаточно заранее посещение. Значит, они администраторы предоставляют там постановку. Иногда предоставляют кресла, кресла, места для постановки кресла-коляски. Вот, например, Театр нации так говорил, что у них есть специальные места для инвалидов на колясках. Можно поставить кресла. Некоторые театры, например, как Большой драматический театр имени Тустоногова в Петербурге, они вот кресло-коляску там поставить негде. Уж всевозможное место занято. А вот можно сменные. То есть с кресла пересадиться инвалиду на место, и вот там, значит, сидеть. Многие театры имеют, вот если к паспорту доступности, но тяжело и пройти, и до туалета шагать. Многие не имеют возможности из-за своей историчности. Некоторые концертные площадки, значит, идут навстречу инвалидам и предоставляют льготные билеты. Но вот от фонда, тоже очень я благодарен фонду, что есть такая возможность предоставлять, посещать определенные объекты. Но в некоторых случаях есть, например, как большой театр, там пробиться практически невозможно. Они в основном борются с перекупщиками в дальнейшем. Как-то, наверное, надо этот вопрос решать, решать, потому что... А дальше есть что-нибудь? Посмотрите, просто не помню. Ага, культовые объекты – это отдельная как раз тема. Да, это отдельная тема. Всем известно, всем мы посещаем культовые объекты. И из-за своей историчности зданий, конечно, до многих зайти невозможно. Здесь, например, есть Сретенский монастырь, есть историческое здание, храм Сретения. Туда практически на коляске невозможно войти. Но есть тут рядом новый собор, в котором есть и лифты, и поручни, и туалет даже существует в этом здании. Ну, вот, католический костел, дацан и историческая мечеть, конечно, все достаточно сложно. Вот, Калининградская синагога, хоть и новое здание, но тоже пройти достаточно сложно. Вот. Это тоже один из таких элементов, которые составляют в нашей с вами жизни, и от которой отказываться тоже нельзя. В любом случае, я думаю, что надо каждому для своего развития и для своей жизни все-таки что-то предпринимать, двигаться вперед, вот, и образовываться, в том числе и в культурной сфере, и в религиозной сфере. Вот, и печально, что-то у меня проблема с этим была со слайдом одним, потому что у нас один из основных, потому что без транспорта тоже невозможно вот не осуществлять образовательные действия, не культурные, и без медицинского обеспечения тоже невозможно ничего сделать. Социальные объекты тоже, и мы уже потом переходим, когда мы решим, как вчера тоже на конференции было сказано, когда мы решаем медицинские проблемы, социальные проблемы, когда мы решаем проблему с транспортом, и нам открываются некоторые другие аспекты жизни, которые раскрашивают нашу жизнь. Но, конечно, необходимо придерживаться еще правила, как такая крылатая фраза, ауэра медиакритес, то есть это золотая середина. Вот в нашей жизни, я думаю, каждому из нас надо стремиться к этой золотой середине, когда не отказывать себе в удовольствии приобрести новые знания, расширить горизонты и опознать что-то новое, профессию приобрести или какие-то курсы окончить, которых достаточно много в нашей жизни. Это, во-первых. Во-вторых, окунуться в многогранный мир нашей культуры. Сейчас в Пушкинском музее мы с женой посетили замечательную экспозицию золото-сарматских вождей 2000 лет экспонатом. Кстати, тоже доступная среда в Пушкинском музее до сих пор не существует. То есть с приходом нового директора возможно будет выстроен лифт наконец-то, но слава богу, что у них есть, я несколько раз видел, этот переносной подъемник, который как раз позволяет преодолеть вот эти все ступеньки этой большой центральной лестницы главного здания. Но зато Пушкинский музей, например, позволяет инвалидам проходить через служебный вход, который находится с правой стороны от входа. А вот просто необходимо этим пользоваться, ну и жить. Спасибо. Извините, что так сбивчиво, у меня сбили мои слайды, которые не открылись. Спасибо вам большое. Если есть у кого-то вопросы, поднимите руку, я подойду. Ну, так, есть вопросы? Я хотела поподробнее, может быть, узнать, где можно выяснить что-то о возможностях получения второго образования для людей с инвалидностью, потому что я работаю в сфере образования, ну и как бы у меня полезно. Ну, конечно, интернет. Во-вторых, я думаю, что каждое вузовское учреждение, оно как раз располагает топленными возможностями для второго образования. Необходимо обращаться просто в определенное учебное заведение. Потом я думаю, что если не конкретно учебное заведение, то в Министерство образования не обратиться. Я надеюсь, что они помогут, потому что, ну, я не знаю, как сейчас, но в бытность моего обучения ответы на мои обращения были весомые. Хотя в последнее время, судя по переписке с правительством Москвы и некоторыми учреждениями, это больше похоже на отписки. И в витиеватость вот этих вот формулировок они вкладывают, ничего не вкладывают, никакого смысла нет. Вот, поэтому, ну, пытаться, ведь разные есть варианты, но интернет, конечно, потом каждое учебное заведение сейчас имеет в базе своей так называемой подведомственной организации, как и профобразование среднего и начального образования некоторые имеют. Некоторые образовательные платформы имеют. Это и МГУ, Санкт-Петербургский госуниверситет, с которым я знаком. Вот. На сайте, наверное, должно быть или непосредственно к ним обращаться. Вот. Спасибо. Так, еще есть вопросы? Ну, тогда у меня есть к вам вопрос. Как к историку. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, вы можете посоветовать, какие биографии почитать? Может быть, вы какой-то исторической личностью вдохновляетесь, когда вот ведете такой активный образ жизни и постоянная ваша жажда к знаниям? Какие биографии почитать? Ну, биографий-то много, людей много. Вот. Исторических личностей много. Необходимо, во-первых, определить область, что интересно. Это во-первых. Во-вторых, взять определенный разрез времени, да, вычленить из этого разреза времени, что вам не входит. Я не буду называть личности, потому что это будет обидно для других личностей. Вот. Все они на слуху, я думаю. Все они, вот. Если педагогику, например, взять, это Ушинский будет, например. Ну, иной историк, ну, можно Костомарова взять, можно Ключевского взять. А кого вы еще хотите? Вот. Ну, из каждой области, из каждой времени можно... определенных достойных людей, которые имеют вес в нашем и обществе, и на мировой арене. Поэтому это безграничное море, познание. Вот. А так, как вы выбраете литературу, вот я могу сказать, то есть вы смотрите, чтобы это было, во-первых, научно, а не псевдонаучно. Это должно быть подтверждено. Но я доверяю Российской Академии Наук, нашим учреждениям научным. Вот. Можно, конечно, популяризаторскую литературу тоже взять, но для общего развития. Вот. А так, ну, с личностями все... достаточно так сложно, потому что... Ну, их много, и не надо никого обижать. Спасибо. У нас еще есть вопрос из нашей трансляции. Вот пишет, хотелось бы узнать, как вы себя поддерживаете в такой хорошей форме? Ой. Видите, зрителям заметно. Если бы... Если бы все было так легко и красиво, как и вот сейчас, да. Вот Ирина, мой куратор, она прекрасно знает, через что мне пришлось пройти последние там два года. Вот. И я благодарен фонду за то, что предоставляют и Тимура Борисовича Иванова, и нашего физиотерапевта, и психолога Дениса. Вот. Потом это... Ну, это, наверное, все-таки генетика. Вот. И счастливый случай, потому что все-таки у меня не уникальный случай. Все-таки я достаточно долго живу. Вот. И... Спасибо Государственному научному центру неврологии, без которого я мог бы не выжить в определенные моменты. Вот. И фонду спасибо, который вот как раз в самый сложный момент, я давно знал о фонде, об его существовании, об организации, то, что сделали Владимир Иванович Брилев и его коллеги. Вот. Но когда совсем стало плохо в очередной раз, вот он подставил свое плечо жесткое. Вот. И поэтому я очень рад, что я, например, здесь участвую, могу чем-то помочь другим больным. Я тоже очень рада. Вот. И фонду помочь своим даже существованием. Вот. Так что... Вот такой вопрос, конечно, ответ такой размазанный. Но надо жить, наверное. Надо жить, иметь, что-то делать. Вот. Может быть, какие-то сумасшедшие цели ставить. Потому что, например, я в конференции участвую совсем недавно в Петербурге. Ну, сумасшествие. В моем состоянии поехать в Санкт-Петербургский институт истории вот с докладом, вот, выступить. меня была жесточайшая до этого и после этого была мигрень. Но почему-то после, там, нескольких часов после конференции наступило облегчение. Спокойствие. Вот. Петербург, наверное, как-то подействовал, потому что мало времени. Сапсана обратно, он не ждет. Поэтому, вот. Ну, да, это сумасшествие какое-то, имеет долю такая. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, у нас, да, давайте поблагодарим нашего замечательного спикера. У нас для вас есть такое благодарственное письмо. Будем ждать вас на следующей конференции с новой темой. Знаете, я еще тут сидела, наблюдала, вот, записки творческого человека. Вот так только творческий человек мог написать, там, как-то менять местами. Это так интересно было. Спасибо огромное.